Друзья, всем привет! Чуть больше полугода назад я снимала видео о только что приобретенных черенках суккулентов у Георгия Аристова. И в этом видео я бы хотела показать, что у меня получилось, какие у меня были неудачи, собственно, показать, что за эти полгода произошло. Давайте начнем с иониума. Это иониум Хэллоуэн. С ним я вообще никаких проблем не заметила. Вот таким образом он растет. Вот тут чувствуется уже такая корневая система, потому что стаканчик достаточно плотный. Растение не против прямых солнечных лучей, и когда они на него попадают достаточно долго, вы видите, вот у него листья окрашиваются в такой бордовый цвет. В дальнейшем, может быть, если у него вот так вот отщипывать верхушку, то будет он формировать деревце. Пока я хочу его подрастить и посмотреть, что будет дальше. Дальше я бы хотела показать вам портулокарио афро. Это тоже растение, которое укоренилось достаточно быстро, в течение месяца примерно. Тоже любит прямые солнечные лучи. И при этом, в зависимости от того, на какую сторону попадают лучи солнца, появляются новые побеги. То есть вот буквально недавно он стоял, немножечко день постоял на солнце, и вот уже дал один листик. То есть для формирования его равномерной, красивой в кроны, нужно его регулярно вот так вот поворачивать. Чуть ли не вот по одной стороне в день показывать. Из него можно делать бонсайчики. Стволик оборачивают проволокой различным образом его, за счет вот того, что он так вот гнется. Формируют необходимую форму, но я так пока не делаю, я просто пока присматриваюсь и хочу, чтобы просто он нарастил зеленую массу. Его родственник, портолокария афровариегатная, с ним то же самое. Если вы помните или посмотрите после этого видео, первое видео, там видно, что он был очень хиленьким. И я говорила о том, что я верю в него, и Георгий предупреждал, что это нормально, что это нормальная реакция растения для того, чтобы оно начало наращивать корни. Но по сравнению с тем видом, когда этого растения на первом видео, впоследствии он изменился в разы. То есть он стал еще хуже, он стал совсем просто каким-то усохшим, мягким, дряблым. И я уже мысленно с ним распрощалась, хотя и всем говорила, что я в него верю, все нормально. Я его буквально отставила, про форму поливала и уже, повторюсь, с ним распрощалась. Пока в какой-то момент я вдруг не обнаружила, что в листях появился тургор, и все с ним стало хорошо. Посмотрите, какое милое, чудесное растение. Давайте дальше посмотрим на айхризон. Это айхризон домашний. У меня было два черенка айхризона. Росли они в одинаковых стаканчиках. Поливала я их одновременно. Стояли они буквально рядом. Но в какой-то момент один из них, вот второй, он просто все листья у него опали, стали темными. И такое ощущение, как будто я его перелила. Хотя поливала я их одинаково. Поэтому одно растение у меня утрачено. И теперь я его боюсь поливать. Поливаю его как можно меньше. То есть здесь у нас был какой-то непонятный фейл. Каким-то образом я его перелила. Далее я бы хотела показать Граптопиталум меринаи. Вот с ним, пожалуй, самые большие проблемы. Я не знаю, будет ли хорошо видно на этом видео. Посмотрите, как удлинились эти черенки. То есть это произошло из-за нехватки света. Посмотрите, какие длинные междоузли. Какие длинные расстояния между листьями. Это все, к сожалению, от нехватки света. И я уже просто поставила его на полку. Мысленно с ним распрощалась. Пока вдруг в какой-то момент не поставила его, вот здесь вот эта лампа, не поставила ее на полку выше. Так что эта лампа светила прямо вот так вот на нее. И посмотрите сразу, что поменялось. Вот мы видим, вот у нас были междоузли вот такие длинные. И в какой-то момент стали листики вот такими плотненькими. То есть если мы сейчас посмотрим, мы видим, что вот эти верхние розеточки, они уже плотненькие. Вот они успели сформироваться за то время, что эта плошка, этот горшочек стоял под лампой. Поэтому я часть этих растений прищипнула, просто воткнула и на укоренение. Вот здесь видно варегатный грабдопитал. Видите, здесь просто обрезанный черенок. Из него пошли уже новенькие. И пошли, собственно говоря, вот в рост новые растения. Буду смотреть, что с ними будет дальше. Сейчас, когда будут дни удлиняться, я поставлю ее на солнце. Пусть прожаривается. И еще один фейл. Это еще один вид грабдопиталума. По нему тоже видно, что он очень сильно вытянулся. Вот какие длинные пошли у него. Расстояние между листьями. И здесь вот эта розетка тоже какая-то стала плотненькая. Поэтому я все это обрезала, все это укоренила. Опавшие листья я сюда воткнула. Они вот таким вот образом прорастают. И буду смотреть, что будет дальше. Еще одно растение, про которое я хотела сказать. Это растение. Называется тетрагоны. Его мне положил Георгий в качестве подарка к тем черенкам, которые я купила. Давайте посмотрим. Вот черенок был примерно вот такого размера. И здесь мы тоже видим, что междоузли, между вот расстояние, между листиками, они достаточно короткие. В какой-то момент я их прищипнула. Вот здесь это видно. Прищипнула. И пошли вот эти вот ветвица-побеги. Вот они достаточно слабые. Это видно. И вот это все, вот это вот наросло вот за эту зиму. То есть, видите, несмотря на то, что стояло вот под этой лампой, самое мощное, которое я только могла найти, растение выросло, хоть и выросло, но мы видим, насколько вот это какое-то все слабое и неокрепшее. Не знаю, может быть, сейчас, когда будет побольше солнца, я, может быть, снова их обрежу, и чтобы крона красиво формировалась. Но растение достаточно интересное. Растет очень быстро и будет формировать такую, знаете, шапку, как фрактал. То есть, каждая сторона делится, каждая веточка делится еще на три, и можно ее вот так вот красиво сформировать. Ну и в завершении я хотела бы просто показать еще одно растение. Здесь их несколько. Это такой мини-садик. Здесь у меня очитки. Это Граптоседум или Граптоверия. Получилась она от скрещивания Граптопиталума и какого-то очитка. Здесь тоже у меня очиток, и он зацвел, как вы видите. Это растение. Я купила в магазине. Оно было ослабленным. И сейчас оно висит у меня просто буквально с самого утра до вечера на южной стороне. Получает прямые солнечные лучи. Если что-то другое бы под этими лучами если что-то другое под этими лучами бы сгорело, то он становится такого шоколадного цвета и все с ним прекрасно. Хотя, смотрите, вот если с ним все прекрасно, то вот эти очитки видно все равно, что они вытянулись. Несмотря на то, что всю зиму они вот висели. Размножается вот это растение очень хорошо. Вот у него падает вот такой листик, если то он без проблем укореняется. Достаточно его положить просто вот так. Дорогие друзья, свое видео я бы хотела закончить таким нетрадиционным способом, подобным обращением. Мы с вами сейчас живем достаточно тревожное и непростое время. Мы не знаем, будет ли завтра существовать YouTube. Поэтому я приглашаю вас подписаться на мой Telegram-канал, который будет так же, как и мой YouTube-канал, посвящен домашним растениям, природе, в частности, природе Питцевского леса. Это лес на юге Москвы. В общем, потоке негативной, преимущественно негативной информации я вам предлагаю своего рода тихую гавань, куда можно прийти, посмотреть на растения, может быть, что-то прокомментировать, обсудить все пожелания. Место, где было бы глазу на чем-то отдохнуть. Поэтому ссылка на Telegram-канал под названием Beats of Forest будет в описании под этим видео. Я вас приглашаю и жду. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok